МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, 28 февраля прошло пленарное заседание Государственного собрания ЛТМН Республики Высоколикутя, где рассматривался вопрос о внесении изменений в данный закон. Это первая корректировка. Надо сказать, что в начале года мы уделяем время и внимание внесению изменений по тем средствам, которые предоставляются из федерального бюджета, распределение которых закончилось как раз в данной первой месяце 2017 года. Основные изменения были связаны с внесением средств учесть в нашем законе. Это на сумму 4 миллиарда 81 миллиона рублей в рамках тех соглашений, которые наши министерства и ведомства подписали, соответственно, с федеральными органами смертной власти по своим отраслям. Необходимо отметить, что субсидии по различным направлениям были предоставлены, например, по образованию. Это 729 миллионов рублей на реализацию федеральной программы содействия, создание новых мест в общеобразовательных организациях. Кроме того, по линии министерства сельскохозяйства, значительные суммы также субсидий с федерального бюджета на поддержку отрасли сельскохозяйства республики предоставлены. Также достаточно новая была субсидия предоставления, это 402 миллиона рублей на предоставление услуг санавиации с учетом, в том числе и разработки программы оснащения новыми вертолетами, которые мы будем разрабатывать сейчас в рамках программы с Министерством здравоохранения Российской Федерации. На эти цели это достаточно новая субсидия, 402 миллиона, которая позволит обеспечить нам повышение качества предоставления данной услуги по санавиации. В целом по здравоохранению, в том числе было на предоставление субсидий на высокотехнологичную медицинскую помощь, также на лекарственное обеспечение препаратов медицинских для льготных категорий граждан, в том числе детей и инвалидов, это на сумму 360 миллионов рублей. Кроме того, кроме федеральных средств, мы также увеличили доходную часть пока только на 250 миллионов рублей, это безвозмездные поступления от компании РИК для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. В этом году, как помните, до 1 сентября 2017 года нам нужно реализовать последний этап данной адресной программы. В целом, в этом году на нее предусмотрено 6,8 миллиарда рублей. Это самое значительное направление нашей инвестиционной программы. Кроме того, в расходной части мы увеличили предложение по инвестиционной программе на 780 миллионов рублей. Мы смогли увеличить дорожный фонд на 416 миллионов рублей. Это увеличение связано было с входящими остатками на 1 ноября 2017 года. Также мы смогли предоставить 1 миллиард 400 миллионов рублей нашей системе жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы предотвратить повышение высокого тарифа, так и повысить качество предоставления услуг в данной сфере. Поскольку в отрасе ЖКХ, как жизнеобеспечивающей, у нас сохраняется ситуация достаточно напряженная для того, чтобы поддержать наши предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, была предоставлена и государственная гарантия дополнительная для нашей авиакомпании Якутия в объеме 2,5 миллиарда рублей. Для того, чтобы обеспечить транспортную доступность как внутри региональных, так и межрегиональных перевозок. При этом авиакомпания Якутия выполняет до 60% внутри республиканских перевозок. Это важнейшее наше направление для обеспечения транспортной доступности как безальтернативные способы перемещения внутри республики. Валерий Алексеевич, если говорить об особенностях исполнения бюджета на 2017 год, то каковы они, эти особенности? – Действительно, сейчас год, сейчас третий месяц идет. Доходы, поступающие в государственный бюджет, они идут достаточно напряженно. Необходимо отметить, что продолжающиеся экономические факторы в целом в стране, они оказывают влияние и на наш субъект, Российской Федерации, и в целом на наши предприятия. При этом мы произвели расходов на 21 миллиард рублей за два месяца, что составляет 16% от плановых назначений. При этом социальные выплаты, пособия, социальные обязательства не исполняются в полном объеме. При этом мы испытываем все-таки кассовый разрыв, что повлияло на финансирование по поддержке отраслей экономики. Эту ситуацию мы в марте и апреле будем рассматривать и предусматривать ресурсы, аккумулировать для ликвидации этого кассового разрыва. То есть необходимо отметить, что достаточно напряженно идет исполнение с точки зрения. – И тут, наверное, как раз нужно говорить уже об оптимизации бюджетных расходов. – Да, безусловно, эта задача всегда стояла перед субъектами. В этом году правительство Российской Федерации приняли распоряжение, в котором дотационные регионы подписывают соглашение с Министерством финансов России и об условиях предоставления дотации, в которых, конечно, и предусматривается разработка мер по оптимизации бюджетных расходов, по поиску приоритетных направлений, рационального использования. И это будет охватывать достаточно, на наш взгляд, широкий спектр направлений расходования средств государственного бюджета. Это будет касаться и инвентаризации, и бюджетной сети рассмотрения, и некоторых направлений, в которых нам, безусловно, необходимо принять такую программу оптимизации расходов, которая позволила бы нам удерживать бюджет устойчивым и сбалансированным. При этом, безусловно, все социальные обязательства будут выполняться. Этот блок у нас определен как публично-нормативные обязательства, и они будут сохранены на том уровне. А вот по остальным программам нам придется все-таки еще раз провести инвентаризацию и переспределить рациональным образом. Корректировку произвести. Вот приоритетное направление, мы все уже знаем, это определено, это борьба с бедностью. Скажите, пожалуйста, какие меры предусмотрены на вот эту борьбу с бедностью? Ну, в целом, надо сказать, что наш бюджет является социально направленным. Если мы возьмем сферу социальную не только поддержки, а с точки зрения образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, то в бюджете также сохраняются расходы более 50% на эту сферу. Безусловно, отдельное направление у нас является работа по социальной поддержке семей и граждан. На эти цели у нас предусмотрено в 2017 году 7,9 миллиарда рублей, что на 200 миллионов рублей выше, чем в 2016 году. Направления там, безусловно, различные. Хотелось бы отметить такие, как сохраняющиеся выплаты республиканского материнского капитала семья. На эти цели у нас предусмотрено 565 миллионов, почти на 100 миллионов больше, чем в 2016 году. В прошлом году, для примера, сертификаты были выданы на 3460 сертификатов. Это почти 4700 было произведено выплат в прошлом году. Вы знаете, что демографическая ситуация в республике сохраняется достаточно выше средних показателей в Российской Федерации. Кроме того, то, что вы говорите по борьбе с бедностью, либо это адресно-социальная помощь тем гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Здесь у нас предусмотрено 120 миллионов рублей на эти цели. Кроме того, 170 миллионов рублей у нас предусмотрено по так называемому социальному контракту, который также предоставляется семьям с низким подышевым доходом для того, чтобы они могли обеспечить какую-то деятельность, для того, чтобы обеспечить доходную часть для своей семьи. Кроме того, сейчас в Министерстве сельского хозяйства и продовольственной политики разрабатывается программа поддержки семьи. И при этом будут в эту работу вовлечены и администрации муниципальных образований поселений. Совместно с работниками социальных служб именно они будут определять реестры данных семей, для того, чтобы обеспечить тоже такое направление, как поддержка не просто денежная, а приобретение, в том числе и живности, для того, чтобы обеспечить деятельность самой семьи. Да, и тут очень большая ответственность действительно ложится на муниципалитеты, да? Да. Предполагается, что все-таки именно в муниципальных образованиях они видят ситуацию, какие семьи действительно нуждаются. И поэтому общими усилиями будут решать эту задачу. Сохраняется, конечно же, и у нас направление традиционное, это единовременная социальная помощь семьям, малоимущим семьям с детьми. Это тоже предусмотрено 214 миллионов рублей. То есть по различным направлениям у нас мы отслеживаем ситуацию для того, чтобы поддержать семьи с малым подышевым доходом и для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но используют два механизма. Социальный контракт, который обеспечит какую-то доходную часть. И вот новое направление это обеспечение некоторой занятости и вследствие этого получения дохода. Валерий Алексеевич, очень коротко, буквально минута, да, у нас по заработной плате что? Бюджетникам? Продолжается исполнение майских указов президента России. В этом году у нас, в 2017 году, у нас показатели достижения целевых показателей, например, по врачам составляют 180% среднего трудового дохода ежегодного в регионе. Так, по остальным категориям мы также выдерживаем 100% средней заработной плате в 2017 году. Это по работникам общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Для среднего медицинского персонала это будет 90% от средней заработной платы, младшего медицинского персонала 80%. А в 2018 году, безусловно, мы должны выйти на целевые показатели. В основном это 100% по всем категориям к средней заработной плате в регионе. И для врачей это будет 200% к средней заработной плате в 2018 году. А в 2017 году 180. То есть постепенно мы доходим на этих целевых показателей. На этой цели предусмотрены у нас 2,9 млрд рублей в бюджете для целевых категорий. Спасибо. Я благодарю вас за это интервью. Еще раз напомню, что гостем в студии был министр финансов Республики Саха-Якутия Валерий Алексеевич Жандоров. На этом мы заканчиваем. Всего доброго.